В каждой стране можно найти места, о которых ходят легенды и куда стремятся толпы туристов. Но не все они имеют историческую ценность, ведь их создали по мотивам любимых фильмов или сюжетов известных книг. И теперь все это преподносят как достопримечательность, вводя в заблуждение доверчивых туристов. Мы подобрали самые известные места – пустышки. Дом Шерлока Холмса в Лондоне, Великобритания. В этом случае действует двойной обман, ведь всеми любимый всемирно узнаваемый гений сыска Шерлок Холмс – вымышленный герой, причем все об этом знают. А адреса его проживания в столице Великобритании вообще никогда не существовало. Балкон Джульетты в Вероне, Италия. Джульетты тоже не существовало. Даже если и был прототип романтической героини, но где она жила и уж тем более как со своим возлюбленным общалась на балконе, даже великое произведение Шекспира умалчивает. Ведь в оригинальном тексте юная девушка просила своего Ромео не клясться луной, стоя на террасе. Столь известный монолог влюбленной Джульетты переместили на балкон кинорежиссеры. Вот теперь именно этот образ и культивируют предприимчивые итальянцы, создав фальшивые дома и уж тем более балкон. Замок Дракулы, Румыния. Граф Дракула – самый раскрученный бренд, пожалуй, не только Румынии, но и всего мира. Ведь мало найдется людей, которые бы не слышали о самом известном кровопийце всех времен и народов. Конечно же, если вы захотите посетить средневековый замок Бран, что в 30 километрах от города Брашев, то ничего не потеряете. Но знаете, никакого отношения ни он сам, ни сам граф Влад Третий Цепеш к зловещему логову бессмертного вампира не имеют. Естественно, нашлись оригиналы, которые превратили старинный замок в атмосферную туристическую достопримечательность, культивируя образ, созданный Брэмом Стокером в известнейшем готическом романе Дракула. Могила Осириса и храм Изиды – Египет Уже много веков существует древняя легенда, которая гласит, что на острове Филле находится настоящая могила Осириса – древнеегипетского бога загробного мира, а также храм Изиды – лунной богини, олицетворяющий женственность, материнство, магию, исцеление и силу. Остров Филле существует и по сей день. Вот только культовых сооружений там давно уже нет. Стоунхендж на землях графства Уилшир, Англия. Много веков Стоунхендж был самым известным сакральным местом в Европе, ведь его возвели друиды еще за 3000 лет до нашей эры для проведения особых магических ритуалов и астрономических наблюдений. Но в 1958 году культовое сооружение подверглось серьезной реконструкции, можно сказать, было сделано заново. Ведь под некоторые камни установили фундаменты из современного бетона, а другие укрепили стальной арматурой. Великая китайская стена – Китай. И даже это грандиозное строение можно назвать псевдодостопримечательностью, ведь те уцелевшие фрагменты, на которые устремляются миллионы туристов, являются новостроем. Захоронение Иисуса Христа. Самый узнаваемый и почитаемый образ Иисуса Христа тоже стараются использовать в своих целях создателей фейковых достопримечательностей. Удивительно, но по всему миру, могил, в которых якобы похоронен Сын Божий, насчитывается пять. Родина Колумба. Как известно, место рождения у человека одно, но хватки предпринимателей для Христофора Колумба придумали целых десять. Хотя до сих пор так и неизвестно место рождения самого известного мореплавателя, первооткрывателя и картографа. Сонная лощина в округе Уэстчестер. США. Как оказалось, туристы не только с готовностью обманываются и восхищаются фейковыми достопримечательностями, но и сами вынуждают их делать. Такой курьезный случай произошел в Северном Таритауне, в округе Уэстчестер, что в штате Нью-Йорк. Сложно себе представить, но путешествующие очень просили и даже настаивали, чтобы их отвезли в сонную лощину, в которой был снят готический фильм ужасов режиссером Тимом Бертоном с таким же названием. 1999 год. И напоследок, крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге, Россия. Но что уж далеко ходить, чтобы посмотреть на муляж вместо настоящей достопримечательности. Как оказалось, даже легендарный крейсер «Аврора», который величаво расположился на Петроградской набережной напротив Нахимовского военно-морского училища, тоже потерял практически все первозданное. Ведь от некогда грозного крейсера, воевавшего с Японией и Германией, можно увидеть лишь радиорубку, рынду и некоторые части машинного отделения. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт новости в мире, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.